Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! После поражения от Винца Филлипса должен был проделать очень тяжелый путь, чтобы вернуться на вершину мирового бокса. И сделал он это достаточно легко, хотя легко это, наверное, не то слово. Бои-то были нелегкие. Но в каждом бою практически было ясно, что Костя это такая сила, которая будет доминировать на мировом ринге в ближайшее время. Но не все были этому рады. Поэтому Косте приходилось бороться не только с противниками, но и со всякими политиканами от бокса. Костя к этому моменту уже заслужил право на матч за звание чемпиона по версии WBC. Но его противник, Мигель Анхель Гонсалес, мексиканец, что-то уж очень долго от этого боя увиливал. В общем, все это привело вот к этой встрече. Его противник, вот он, Диабелиус Уртада. 28 профессиональных боев и 19 побед на калку. Высоченный, длинный, хлесткий кубинец. Член знаменитой команды Куба Либры Соединенных Штатов. Один из тех, кто, в общем, удрал, попросту говоря, с Кубы. Они же создали эту команду в Майами. Из тех, кто, в общем, покинул Кубу таким или иным способом. Уртада, так же как и Рамон Лидон, и Чаэль Косомайор, и Большой Гонзалес, тяжеловес, и многие другие кубинцы. Это титулованные бойцы, титулованные в любительском боксе. Уртада, кстати говоря, двухкратный чемпион мира среди любителей. В общем, это серьезная сила. Недооценивать его никак нельзя. Двадцать девять лет тогда было Костей, двадцать шесть уртадо. Уртада намного выше. На четверть фунта потяжелее, и руки у него намного длиннее. Уртада вообще такого роста, как и тайсик. Под метр восемьдесят где-то. Заметьте, в правилах, как и всегда в чемпионских боях, не действует вот от закона трех нокдаун. Вы знаете, чемпионский бой, нокдаунов в раунде может быть сколько угодно. Как всегда рядом с Костей его неизменный тренер. Костей Джонни Льюис. Это называть его Джонни довольно сложно, но все так его зовут. Ему уже за семьдесят. Он, как всегда, в превосходной форме. И надежен, как скала. Диабеля Суртадо претендент на вакантный титул. Так же, как, кстати говоря, и Костя. Рефери Джон Кен. Это представляет не Костю, а кубинца. У него больше боев профессиональных, чем и Костя. Девятнадцать восемь. Девятнадцать из них, как я уже сказал, он выиграл нокаут. Да, снова нам напоминает. Двадцать одна победа, одна ничья, одно поражение. Ничья, та самая анекдотическая ничья с Леонардо Массом. Когда Масс в течение одного раунда четырежды валялся на полу. А потом брефери Джо Кортес решил, что хватит. И объявил техническую ничью. Якобы Костя ударил неправильно. Чего только в боксе не бывает. И Костя, и его тренер Джонни Льюис. Люди профессиональные, но мне показалось, что они все-таки немножко не осознавали, насколько опасен Уртада перед этим боем. Костя, как всегда, начинает жестко, уверенно, напористо. Он верит в свое силовое превосходство, в мощь своих ударов и выбирает довольно простой путь к победе. В общем-то, Путинт совпадает с его стилем. Давление, давление, бесконечное давление, угрозы и удары. Вот первый звонок. Хлесткий удар справа через руку. Наносит Уртада и получает три удара. Казалось бы, все кончено. И Костя открыто идет добивать. Видите, что произошло? И снова Костя Очень откровенно действует И пропускает еще один удар справа. Вот уже после боя с Винсен Филлипсом, когда Костя пропустил такие же удары справа, которые привели к довольно печальному такому финалу в том бою, Но все ожидали, что он внесет какие-то коррективы в свой способ защиты. А ведь напоминаю, сам Крис Бёрд, чемпион мира нынешний в тяжелом весе, говорил, что он никогда не видел лучшего любителя, чем Костя Дзю. Настолько он был техничен, настолько был великолепно оснащен. Жестокий раунд, прямо скажем. Костя рискует. Костя рискует. Костя примет этот размен, то все преимущества будут на его стороне. Ло Дува. Великий стратег боксерский в углу у Уртада. Он прекрасно понимает, что Костя тянет Уртада такое опасное для кубинца русло. Вот эта рубка, в которую попал кубинец, на которую он пошел сознательно, это не тот вариант, которого требует Дува. Нужно использовать свой рост, свои длиннющие руки и умение двигаться. Потом аналитики в Америке назовут первый раунд этого боя самым интересным, самым захватывающим раундом года. И теперь обратите внимание, как Костя начинает второй раунд. Натиск продолжается, но совсем в другом качестве. Без всякой суеты, спокойно. Давление, угроза, которая держит кубинца в напряжении, заставляет его суетиться, бросаться. Костя сбавил темп, но не сбавил натиск. Уртага ныряет вниз, что ему совершенно невыгодно. Я представляю, что сейчас чувствует кубинец. Чувствует себя, как будто на него навели двухстволку. И он просто ждет выстрел. Думаю, Джонни Льюис все-таки постарался в этот перерыв. Объяснил Косте, что доказательства силового превосходства в этом бою не требуется. То есть нужно совсем другое. То, что Костя всегда умел делать. Умел поставить противника в положение такого психологического, что ли, неудобства. Все действия уртага выглядят так, как будто они вызваны состоянием отчаяния. Он бросается. Он атакует из неудобного положения. Даже Костя его в это положение ставит. Уртадо по-прежнему опасен. Он очень острый боксер. Взрывной. У него точный удар. Очень твердый, очень жесткий. Но Всегда вот это вот но вырастает До больших размеров. Тут ведь очень важно И время найти И нужную дистанцию для успешной атаки. Костя никогда, если хотел, не позволял противнику этого делать. Не позволял собраться. Не позволял прицелиться. Не позволял действовать от положения. Тем не менее, как видите, бой нелегкий. Константин пропустил пару ударов. Уже гематома у него под правым глазом. Костя смещается по фронту. Он все время держит под контролем передвижение кубинцев. Вынуждает его бросаться на себя. Рефери запаздывает. С реакцией у него не так здорово обстоит дело, как у боксеров. Виден, виден этот знаменитый правый уртадо. Немножко замахивается он перед атакой. Телеграфирует, что называется, противника. То, что уже понял, что очень сложно пробить уртадо, попасть в голову. Поэтому он очень часто атакует именно в голову. И очень редко, но метко достает ударом в туловище. Задерживаться нельзя возле кубинца. Последняя минута третьего раунда. Уртадо понимает, что отсиживаться в обороне, что называют смерти подобно. Приходится переходить в наступление. Снова кубинец пробует силовой вариант. Не пройдет. Думаю, что не пройдет. Что меня всегда восхищало. Вот эта обстановка в углу кости. Всегда без эмоций, всегда по делу, в полголоса. Никакого возбуждения, никакого ажиотажа, нервов, эмоций. Они понимают друг друга с Льюисом, я не веду костью, с полвзгляда. Не то, что с полслова. Костя решил не сдерживать уже. Мощь своих ударов. Конечно, силовое превосходство нужно уметь еще реализовать. Костя это всегда умел. Но, надо признать, не всегда хотел. Иногда выбирал такие уж очень простые пути. И, может быть, несмотря на то, что у кости были и будут еще после этого боя громкие и яркие победы. Вот этот бой с кубинцем, он, в общем, стал в определенном смысле поворотным в костиной манере. Он был превосходным техником. И он в этом бою вспомнил о этом своем компоненте. Умение превзойти противника в тактическом мышлении. Вот это очень важный момент. И кубинец скоро на себе это почувствует. Уртадо пытается уйти влево, вправо. Пытается перехватить атаку кости. Жесткий удар слева в туловище. Обратили на него внимание? Он связал руку, правую руку Уртадо. Я думаю, что Костя давно готовил эту атаку. Это бомбежка в голову на, в общем, своего рода отвлекающий манер. Это, кстати, очень эффективный способ связать опасную правую руку кубинца. Вот этот самый удар левой в туловище. Испанское слово «дереча-дереча». Правая, 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 говорят Уртадо. Они, вообще-то, заметили эту маленькую брешь в обороне Кости. Испанское слово «дереча-дереча-дереча». Испанское слово «дереча-дереча-дереча-дереча-дереча». За счет скользящего бокового шага от Кости. А Костя отсекает его от свободного пространства. Костя постоянно угрожает ударом в голову. Кубинис очень быстрый. Заметили, что он скорости не только не уступает. Кажется, даже превосходит Костя. Но всегда опаздывает. Мощная атака в туловище. Два крюка, один в голову. Костя. И джеб у Кости очень неприятный. Тяжелый, словно чугунный левый кулак. Он постоянно разбивает вот этот блок защитный. Кубинцу. Удары в туловище. Все чаще и чаще. Все жестче и тяжелее эти удары. После проводят их намеренно. Я думаю, что Кубинец, наверное, все считает, что эти удары отвлекающие. Ничего подобного. Ну вот. Первое доказательство, что все это было задумано. Очень точный острый удар в область печени. Еще один туда же. Все. Все кончено. Вот что такое расчетливость в бою. Вот что такое умение выстроить его по своему плану. И выполнить этот план. Это могут только великие мастера. Очень хорошо все это видно было на повторе. Костя так убедил противника, что атака будет мощная и наверх в голову. И он действительно такую атаку провел. Но самый опасный, самый острый, самый внезапный удар был, конечно, вот этот удар в туловище снизу. Вот сейчас те самые люди, которые его так льстиво обнимают, поздравляют. Клопают по плечу. Тем не менее, объявят Костю Дзю временным чемпионом мира. Что это значит, вот это словишко, интеринг, а честно говоря, не могу вам объяснить. Так что быть чемпионом непросто. Это не только то, что происходит в ринге. Увы, то, что происходит за рингом, зачастую бывает еще более важным и еще более неприятным и опасным. Но, как мы с вами знаем уже, Костя все преодолел. Он супер чемпион сейчас. Ну вот. Теперь интеринг WBC чемпион Костя Дзю. Технический нокаут в пятом раунде. Превосходный был бой. И все уже поняли. Остановить Костю Дзю будет не под силу ни противникам, ни политиканам.